Аудиокнига представлена библейским порталом Экзегет 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 Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. «Придите, поклонимся Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу! Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю и Богу нашему!» Море крестообразно рассекаемое жезлом. В древности Израиль прошел, как по земле пустынной, и явственно в ней пролагает стези. «Потому воспеваем хвалу чудному Богу нашему, ибо Он прославился!» «Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе!» «В день печали, нашедшей на нас, к Тебе, Христе Спаситель, преподая, мы Твоей милости просим!» «Облегчи болезни раба Твоего! Из реки и нам, как сотнику! Иди, вот отрок Твой здоров!» «Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе!» «Мольбы и моления с воздыханием возглашаем к Тебе! Сын Божий, помилуй нас!» «Воздвигни словом Саадра, на нем лежащего!» «Как воздвиг расслабленного, говоря, возьми постель Твою, прощаются Тебе грехи Твои!» «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» «Твоего Христе лика изображению поклоняюсь, с верою Его целуем и болящему здравия просим, подражая кровоточивой, которая края рис Твоих коснулась и исцеление от недуга приняла. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь!» «Пречистая Госпожа Богородица, всем известная помощница, не презри нас к Тебе, преподающих! Моли, как благая Своего Сына и Бога нашего, дать здравие болящему, дабы и Он Тебя с нами прославлял!» «Из небытия, приведший все, словом созидаемое, завершаемое духом, Вседержитель Владыка, в любви Твоей утверди меня!» «Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе! Тяжкими болезнями на землю поверженной к Тебе Христе с нами взывает! Подай здравие телесное Ему, как языки и с плачем молившемуся Тебе!» «Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе! Призри, Господи, на наше смирение, и не вспоминай беззаконий наших!» «Но ради веры болящего, как прокаженному словом исцели его болезнь, дабы славилось Твое имя, Христе Боже!» «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Не попусти подвергнуться нареканию Церкви, которую Ты осветил Христе, в которой мы молимся Тебе, но воздвигни невидимо в недуге надре лежащего, чтобы неверующие не сказали, где Бог их!» «Ныне и всегда и во веки веков! Аминь!» «Твоему причистому образу, Богородица, руки простираем и взываем! Услышь рабов Твоих молитву и спаси в болезни лежащего, чтобы от болезни восстав, Он воздал Тебе обеты, которые в печали изрекли уста Его!» «Господи помилуй! Господи помилуй! Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне и всегда, и во веки веков! Аминь!» «Меня на одре греха лежащего и страстями уязвленного, как Ты тещу Петра воздвиг и расслабленного спас на одре носимого, так и ныне посетив болезни милостивые, понесшие недуги рода нашего!» «Тебя единого мы знаем, как долготерпеливого и милосердного, милостивого врача душ и телес, Христа Бога нашего, посылающего недуги и вновь их исцеляющего, подающего прощение кающимся во грехах, одного милостивого и милостивого! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» «Я грешный плачу, лежа на одре своем! Прощение подай мне, Христе Боже, и от этой болезни воздвигни меня, и от тех грехов, что я от юности совершил!» «Избавиться по молитвам Богородицы, даруй! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь!» «Помилосердись и спаси меня, воздвигни меня, содра болезни, ибо истощилась сила моя во мне, и весь я отчаянием охвачен!» «Матерь Божия Пречистая, исцели болящего тяжко, ибо Ты — помощница христиан! Проявил Ты к нам крепкую любовь, Господи, ибо единородного Твоего Сына предал ради нас на смерть! «Потому мы благодарно Тебя взываем! Слава силе Твоей, Господи! Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе, уже отчаявшегося в недуге тяжком и к смерти приблизившегося, к жизни возврати Христе, и даруй плачущему тишение, чтобы все мы прославляли Твои святые чудеса! «Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе! Пред Тобою, Творец, мыкаемся в своих грехах, ибо Ты не хочешь смерти грешника! А животвори, даруй здравия болящему, чтобы он, восстав, послужил Тебе, исповедуя с нами Твою благость! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!» Слезы моносии, неневитян покаяния, и Давида исповедание приняв, Ты скоро спас их, и наши молитвы ныне прими, дай здравия болящему, о котором Тебя молим, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь! Подай нам Твою милость, госпожа, всегда на Тебя надеющимся, и спроси здравия болящему, врачу ищие Твои руки, Богородица, с предтечию ко Господу Богу, простирая. На земле Ты, невидимый, явился и добровольно общался со смертными непостижимой, потому к Тебе, стремясь с рассвета, мы воспеваем Тебя, человеколюбец. Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе. Дочь Иаира, уже умершую, Ты оживил, как Бог, и ныне возведи, Христе Боже, от врат смерти болящего, ибо Ты — путь и жизнь для всех. Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе. Спаситель, сыновдовицы ожививший, и слеза ее на радость изменивший, спаси погибающего от недуга раба своего, чтобы и наша скорбь и мука в радость притворились. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Огненную болезнь тещи Петра, своим прикосновением исцелившей, и ныне воздвигни болящего раба Твоего, чтобы и он восстав, как она послужил Тебе, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Скорбные, смиренные, грешные, не имеющие дерзновения пред Тобою, мы взываем, Пречистая Богоматерь, умоли Сына Своего Христа дать болящему здравие телесное. Бездна глубочайшая грехов объела меня, и изнемогает дух мой, но Ты, Владыка, простерша высокую свою руку, как Петра, кормчий, меня спаси. Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе. Бездну сострадания и милости имея Христе Божий, услышь моления рабов Твоих, ибо Ты по молитве Петра Тавифу воскресил. Ты и ныне в болезни лежащего воздвигни, услышав молящую Тебя церковь. Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе, врач душ и телес наших, Христе, понесший недуги всего мира и евтиха руками Павла воскресивший. Ты и ныне болящего исцели святых апостолов молитвами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Притвори Христе в радость рыдания о внедуге скорбящем, чтобы Он, Твою милость получив, вошел в дом Твой с обетными дарами, славя Тебя, единого в Троице Бога, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, о друзья, поклонимся, молясь о болящем Божией Матери, ибо она имеет власть недужных исцелять, вместе с бессеребрениками невидимо, духовным помазывая елеем. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Душу мою, Господи, от грехов всяческих и от дел недолжных тяжко расслабленную, воздвигни божественным Твоим попечением, как и расслабленного воздвиг Ты некогда, дабы я, спасенный, взывал Тебе. Слава Христе Милостивой, могуществу Твоему! Руки Своей горстью, державшие мира концы, и Иисусе, Боже, как и Отец безначальный, и вместе с Духом Святым над всем владычествующий, Ты во плоти явился, недуги исцеляя, и страсти отогнал, слепым дал видеть свет, и расслабленного словом божественным восставил, внезапно повелев Ему ходить, и ложа, носившая Его, поднять на плечи. Потому мы все с Ним воспеваем и взываем Слава Христе Милостивой, могуществу Твоему! Прежде образу золотому персидскому кумиру три отрока не поклонились и воспевали посреди печи Божий Отцов, благословен Ты! Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе! О, крест Христов Пресвятой, священное древо жизни, Благодаря Тебе погибла смерть и мертвые воскресли, и ныне болящего исцели и оживотвори, как при царице Елене, умершую девицу! Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе! Долгую и лютую Иова болезнь, когда Тот нагноющий и в червях молился, одним словом исцелил Ты, Господи! И ныне мы в церкви о болящем молим Тебя, как благой исцели его невидимо по молитвам святых Твоих! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Все мы знаем, что предстоит нам умереть, ибо Тебе, Богу, так угодно, но на малое время, милостивый, просим здравия болящему, от смерти к жизни его направь, даруй скорбящим утешение! И ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь! Содействуй и помогай нашему сиротству, Богородица! Ибо Ты знаешь время и час, когда умолить Сына Своего и Бога нашего, дать болящему здравие и прощение всех грехов! За служение живому Богу отроки в Вавилоне угрозы претерпев, музыкальным орудием не внимали, но, стоя посреди пламени, Богу подобающую песнь пели, возглашая, благословляйте все творения Господни, Господа! Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе! Милость яви в болезни рабу Твоему, Владыка, и скоро исцели его, милостивый Христе Боже, и не предавай еще на осуждение смертное, да покаяние Тебе воздаст, ибо Ты сам сказал, «Не хочу смерти грешника!» Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе! Господи милостивый, Твои преславные чудеса пусть ныне и нас достигнут! Бесов прогони, недуги истреби, раны исцели, болезни уврачуй, и от колдовства и чародейства, и всякой язвы избавь нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Запретив морским ветром Христе и страх учеников изменив на радость, и ныне запрети болезням тяжким, удручающим раба Твоего, дабы мы все возвеселились, восхваляя Тебя вовеки, и ныне, и всегда, и вовеки веков. Аминь! Избавь, Богородица, от обступивших нас печалей, от различных недугов, отравы и чародейства, и бесовского мечтания, и от навета злых людей, и от смерти! Тебе молимся! На горе Синай увидел Моисей в кусте Терновом Тебя, огонь божества, зачавшую в очреве, не опалившись. Даниил же видел, как нерассекаемую гору Тебя, жезл произросший, как взывал Исаия от корня Давидова. Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе. Источник жизни, податель милости Христе, не отврати лица Твоего от нас, облегчи болезнь изнуренного недугом, и воздвигни его, как Авгаря служением Фаддея, дабы он славил Тебя всегда со Отцом и Святым Духом. «Милостивый Господи, услышь молитву рабов Твоих, молящихся Тебе. Веруя евангельскому слову, мы ищем Тобою обещанного Христе. Ибо сказал Ты, просите, и дано будет Вам, потому и ныне мы предстоим, молясь Тебе. Воздвигни здравым саадра, поверженного недугом тяжким, чтобы он Тебя с нами вместе величал. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Мучимый недугом, внутренними ранами невидимыми, с нами к Тебе Христе взывает. Не нам, Господи, не нас ради, ибо мы все исполнены грехов. Но матери Твоей предтечи молитвами, даруй исцеление болящему, дабы мы все Тебя возвеличили. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Божия Матерь Пречистая, со всеми святыми призываем Тебя, с ангелами и архангелами, с пророками и патриархами, с апостолами, с преподобными и праведными, молись Христу Богу нашему о даровании здравия болящему, чтобы мы все Тебя величали. Божий сильный, по своей милости все устраивающий ко спасению рода человеческого, посети раба своего, призывающего имя Христа Твоего, прости ему грехи и исцели его от всякого недуга телесного и душевного. И все соблазны греховные, и всякую напасть, и все козни вражеские удали от раба своего, и подними его с ложа болезней, и даруй его, святой Твоей церкви, здравым душою и телом, и делами добрыми прославляющим со всеми людьми имя Христа Твоего. Тебе мы славу воссылаем со единородным Твоим Сыном и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Достойно есть воистину прославлять Тебя, Богородицу, вечно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честью высшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, девственно Бога Слово родившую, истинную Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok